Архангель Помнят за наркапом маяки Океан, суровый круг, океан Раскачал полярный круг, океан Поднял нас легко на плечи И несет ветрам навстречу Атлантический океан Океан, океан, наш старый круг, океан Волны скалами вокруг, океан Мы сильнее с каждой встречи Наша дружба будет вечной Атлантический океан Говорят, что мы суровы, ну и пусть Говорят, что нелюдимы, не беда Ведь о том, что рыбакам знакома груз Знает океанская волна Океан, суровый круг, океан Раскачал полярный круг, океан Поднял нас легко на плечи И несет ветрам навстречу Атлантический океан Океан, океан, наш старый круг, океан Волны скалами вокруг, океан Мы сильнее с каждой встречи Наша дружба будет вечной Атлантический океан Идут по морю корабли Вспененные волны бегут им навстречу Все дальше от дома уходят рыбаки За тысячи мили Там их ждет шторм и солнце Там они бывают долго Корабль их второй дом На переходе лишь иногда Увидят они таких же трудяк рыбаков А чаще лишь море Оно хранит в себе богатства Ради которых и идут сюда корабли Рыбаки борются с морем И побеждают его Вот о том, как моряки одного траулера Победили море И расскажет этот фильм В Мурманске зимой полярная ночь А здесь на банке Джорджис Солнце Сюда в западную Атлантику Приходят корабли не только из Мурманск Но из Калининграда Риги Ленинграда Больши Германской демократической республики И других стран Давно ушел из дома этот корабль Почти год назад Давно моряки его утюжат тралом морское дно Много уже рыбы достали И не один раз еще уйдет трал в море Моряки Гога решили побить все рекорды И выловить за год Сто двадцать тысяч центнеров рыболов Каждый день на промысле одинаково размерен Но наполнен внутренним напряжением Большой работой Все одинаково устают И на палубе И на мостике И на рыбфабрике И в машинном зале Но одного напряженного труда мало Нужны знания И опыты Молодому штурману Николаю Чечикову Не помешает совет капитана Алексея Егоровича Глушкова Вот здесь на мостике И решаются все промысловые загадки Решение принято Четвертый механик Вожак комсомолей на судне Саша Крючков Принял команду На долю механиков Гоголя выпала трудная задача Ведь корабль должен не заходя в порт Пробыть в море год Команду один раз сменяли А механизмы Должны проработать год без ремонта Вот поэтому и Саша Крючков И стармех Борислав Михайлович Балдин И механик Сергей Павлович Мазохин Вся команда Работают отлично Капризным бывает море Сегодня балуют большими уловами А на завтра Рыба Возьми и пропади И тогда все ждут решения капитана Штурманов Мастеров по добыче Они должны найти рыбу Такие задачи Вставали перед Алексеем Егоровичем Глушковым Не раз А решать их нелегко Попробуй в подводном царстве Этак на пятисотметровой глубине Разыскать исчезнувший косяк А искать надо В таких случаях Всегда вспоминаешь Своих друзей и капитанов Их советы Все то, чему научила Самого почти двадцатилетняя практика Пробыть треть жизни в море Тоже школа отличная Правильные решения Всегда находились И хотя моряки убеждены Мышка Егороч и на дне морском разыщет рыбу, все-таки волнуется. Его трал всплыл, над ним бурлит вода, значит кулов есть. Хороший улов. Рыбаобработчикам, пожалуй, одним не справится. Еще бы, в этом трале два вагона рыбы. Субтитры создавал DimaTorzok На помощь матросам приходят свободные от вахты люди. Когда рыба идет да еще так, все забывают, что отдыхать. Моряки, конечно, устают, но не замечают этого. Не замечают того, что ежедневно, ежечасно совершают подвиг. Ведь, честно говоря, сам труд в море уже подвиг. Заработала на полную мощность фабрика «Холла». Так называют на корабле рыбфабрика. Из этой рыбы нужно вовремя изготовить качественную продукцию. Это уже заботы технолога Михаила Сергеевича Бабаева и рыбмастера Владимира Ивановича Макляка. Люди работают здесь разное. Вот опытный рыбообработчик Петр Михайлов. Иванович Михайлов. А рядом молодые парни, впервые вышедшие в море. И подчас им бывает наиболее трудно. Море не всех одинаково принимает. Ну а при больших уловах настроение поднимается у всех. Понятно, что чем больше рыбы в трюмах, тем ближе день свидания с землей. С домом, с родными, с друзьями. Корабль дрейфует. Рыбу не успевают обрабатывать. А пока ее не уберут, трал спускать незачем. Мастер по добыче рыбы Владимир Степанович Юнка пользуется передышкой по-своему. Готовит трал к следующим спускам. Учит молодых матросов. Красивы в хорошую погоду вечера в океане. Тишина. Но ночь не всем приносит отдых. На промысле для моряков, что ночь, что день одинаково. А у Ивана Кирилловича Трубникова это вошло в привычку. Одиннадцатый год ходит он на Гоголе палубным матросом. Есть люди, которые влюбляются в море, а есть и такие, которых море полюбит само. Иван Кириллович из последних. Насколько трудно о профессии моряка, могут понять только те, кто хоть раз побывал в море. А привыкнет человек к морю и уже не уйдет. Корабль – дом моряка. И как в каждой дружной семье, каждый старается сделать что-либо приятное другому. А приятнее того, что о тебе помнят, ничего не может быть. Оставив на время свои хлопотливые обязанности, старпом Алексей Николаевич Куранов помогает заочникам. Помощь своевременна. Рейс заканчивается, и скоро им предстоит сдача экзаменов и зачетов. Да, здесь заканчивается. Поднимается последний трал, Идет на палубу последняя рыба. И радист Юра Фенев отстукивает. Мурманск. Сегодня экипаж Гоголя выполнил обязательство. Выловлено 120 тысяч центнеров рыбы. Улов 12 тысяч тонн рыбы. Это 8 тысяч тонн готовой продукции. Побит всесоюзный рекорд. Представьте себе железнодорожный состав из 400 вагонов. И тогда поймете, сколько рыбы выловили моряки. И вот три длинных прощальных гудка. Гоголю отвечают, и корабль берет курс на Мурманске. Счастливого плавания в море. Океан, здоровый друг, океан. Раскачал полярный круг, океан. Поднял нас слегка на плечи И несет ветрам навстречу Атлантический океан. Океан, наш старый друг, океан. Волны скалами вокруг, океан. Мы сильнее с каждой встречи. Наша дружба будет вечной. Атлантический океан.